так ну что небольшая экскурсия по студии соответственно студия 33 квадратных метра здесь две комнаты эта рабочая зона соответственно посвящена game деву понятное дело основная ключевая два мониторинга но пользуюсь пока одним мониторы калия всем привет мои дорогие друзья я бы хотел с вами сегодня поделиться своей такой мини истории и своим опытом про домашнюю студию да как я делал сколько денег ушло какие особенности нюансы ну и вообще в целом рассказать новичкам да может быть да те кто хотят только планируют могу сказать что в целом ничего сложного нету для домашней студии достаточно просто понимание как работать со звуком сразу забегая вперед скажу я не претендую на какие-то супер технические знания где я буду вам рассказывать как по формуле высчитать и повесить там определенную ту или иную панельку нет здесь ничего такого не будет здесь только теплая ламповая атмосфера где я соответственно поведаю вам про свою студию проведу экскурсию и расскажу про нюансы поехали для тех кто меня уже знает и помнит откуда вообще я до видели наверное видео моё старое где я снимал еще блог свой в этой же студии где здесь была еще полужилая такая квартирка напомню да что у меня куплено помещение цокольное которым я делал уже все что мне вздумали сейчас на данный момент здесь полная студия звукозаписи грубо говоря но без полного цикла записи нету записи барабанов в целом остальное можно все записать основное где я сейчас работаю где вы видите все последние выпуски мои вторая комната я попозже покажу да как это все выглядит вторая комната она больше для записи вокала работы с каким-то звуком там такая акустическая заглушка с помощью акустического поролона ну и давайте перейдем к основным моментам да вообще на что нужно обращать внимание чем можете столкнуться для начала нужно определиться вообще где вы работаете в каких условиях какой вас мониторинг да то есть с чем вы работаете то есть музыка это либо sound дизайн может быть вы работаете с фильмами то тут надо конечно учитывать и квадратуру которая вам нужна да если вы все-таки будете брать какое-то помещение отдельное учетом конечно ваших задач в данном случае у меня такое полу универсальное помещение где я могу в целом поставить приехать комбик 30 там 100 ватный выкрутить громкости столько сколько мне нужно записать там инструменты побегать с рекордером что-то позаписывать и нормально посводить как музыку так и в принципе кино касательно рабочего момента ремонта дай основных аспектов с которым вы столкнете скорее всего вам нужно учитывать да ваше расположение где вы будете сидеть соответственно и работать со звуком для скажем так лучшего акустического пространства комната должна быть желательно такая прямоугольная либо чуть вытянутая это такая стандартная форма в которой легче всего сделать акустические условия второй важный момент вы должны учитывать по шумоизоляции кто где живет да то есть если вы как я до покупаете в жилом комплексе помещения то в любом случае вам нужно учитывать что придется зашивать все для чего это нужно это шумоизоляция шумоизоляция делается исключительно но по большей степени для того чтобы вас не слышали соседи плюс отчасти да она глушит и создает более комфортные акустические условия в плане искажений то есть для того что это все работало тут несколько путей если позволяет нам наше помещение зашивать все то зашиваем это лучше лучшие скажем так варианта нежели использовать какие-то акустические там пирамидки уже акустика до акустика помещения которая в принципе подходит для большинства ребят которые работают именно дома до которые не могут себе позволить там зашить целую комнату там а если это еще и съемная квартира то тем более таком случае нужно искать оптимальное до расположение если вы все-таки в таких условиях работаете искать отражение до закрывать хотя бы там теми же шкафами вещами до стараться заполнить ее максимально найти расположение где более-менее звук у вас имеет минимум искажений там повесить к примеру тут же пирамидку за мониторами пирамидки там сверху да если позволяют финансы и позволяют пространство повесить акустические панели да то лучше сделать конечно их но если все-таки вас появилась возможность делать свою вот такую кануру музыкальную то какие основные моменты понятное дело у нас в основе это минвата гипс виброподвесы ну всякая мелочь вибролента профиль но это такие основные строительные материалы что касается моего вот этого помещения зашивать конечно в идеале все то есть и потолок и стены а ну кроме пола да то есть цоколь как бы нет смысла здесь глушить все да основной момент при работе вот с минватой вообще с зашиванием вот с этим это исключить гуляния воздуха то есть какие-то щели чтобы проникал дан звук наш и второй момент это резонансы то есть тот же если профиль мы используем а не дерево да то в идеале конечно проклеивать все вибролентой а можно использовать специальную можно самодельную тут как ваша фантазия сработает касательно материала ребят я изучала этот вопрос мониторил рынок сами понимаете также не стоит на месте в этой нише то есть также развивается и бизнес в производстве я не буду говорить рекламировать вам какие-то компании но могу сказать так что разница если мы делаем сами да то есть помощью обычной минваты той же плотности к примеру плюс гипс да не супер специальный акустический там какой-то то удешевляется где-то в два раза все так и вышло допустим когда мне считали ту маленькую комнату в которой раньше была студия начитали буквально 10 метров на 300 тысяч используем там специальных виброподвесов специального гипса минваты и так далее но по факту принцип работы одинаковый то есть что касается материала здесь считать не пересчитать но в целом на 4 стены с учетом профиля минваты где-то в районе 100 150 тысяч выходит вот с учетом всех затрат расходов там постоянно все закупалась тут я думаю каждый из вас может зайти на бау-центр леруа мерлин и посмотреть прайс сейчас материала какие еще важные особенности да что касается углов углы тоже отдельно зашивались более плотные ваты и по моему сотка до касательно плотности можете также почитать в характеристиках чем плотнее вата если так сказать да то тем тем больше диапазон она захватывает частот отражение звука я думаю как работает всем известно да то есть что у нас в углах скапливается больше басовых частот отражение там идут и по верху и по низу и от пола зашивалась минватой тканью которую можно купить кстати в отделе огорода сад огород у нее тоже имеется различная плотность проникновения скажем так она используется как раз таки для акустических панелей для басовых панелей но в данном случае у меня как уже сказала не панели а именно просто зашиты углы и закрыты перфа панелями которые создают какую-то визуальную изюминку вот гляньте какая красота басовые ловушки готовы хдф панельками закруются все будет огонь что касается следующего этапа акустическая часть тут наша задача закрыть стены пустые места которые дают как раз таки отражение с учетом вашего расположения как я уже говорил нужно понимать где вы сидите чтобы просчитать примерные вот эти углы искажений от мониторинга да в данном случае здесь панели по две панели по краям дальше закрыты две стены голые тоже панелями и целом больше ничего да и сверху тоже одна панель целом больше пока ничего не делалось в идеале конечно просчитать измерительным микрофоном место где как раз таки свожу и дополнить отдельные места рассеивателями что какую функцию выполняют вот эти вещи у нас есть панели которые глушат то есть убирают скажем нашу вот эту реверберацию реверберация получается как раз за счет отражений от стены и видоизмененный звук плюс ваш звук с мониторов доходит до ваших ушей тем самым мы получаем уже искаженный звук чтобы этого не было как раз используется вот эти панели а чтобы мы не переглушали и не пережимали скажем так наш звук используется как раз рассеивать или которые дают совокупе как раз таки корректные скажем так а чиха да вот этот баланс и с помощью них особенно верхушка до корректно скажем так рассеивается в пространстве и доходит до наших ушек что касается как просчитать и где повесить тут основное правило играет то есть вместо нашего расположения плюс мониторы угол высчитывается смотрится там можно сделать обычным там способом с помощью зеркальца нашли монитор повесили панель тут принципов реализации большое множество формулы такой вот метода просто углов до посчитать с учетом расположения мониторов я же пользовался таким простым методом да то есть от меньшего к большему то есть нашел расположение нашел расположение мониторов далее соответственно до поставил там первые панели потом поставил вторые панели и смотрел как изменяется звук то есть постоянно слушал в деле конечно еще одну наверх повесить но пока руки не дошли но в целом звук тот который я хотел я получил плюс не забывайте конечно если мы хотим идеальный ровный там а чиха до добиться то нам потребуются измерительные микрофоны они как раз на то и рассчитаны чтобы скорректировать наше скажем так звучание тут есть еще особенность такая у меня допустим вот мониторах которые недавно приобрел cali in 8 есть сзади регулятор срезов которые помогают адаптировать скажем так ваш мониторинг под ваше помещение это дает возможность учесть где располагаются ваши мониторы у стенки они стоят либо они стоят на подставках да нормально разведены с учетом вот этого конечно выставлены определенные настройки и таким образом можно добиться более менее адекватного звука плюс конечно же наши уши всегда адаптируются привыкают к вот нашим неровностям неточностям да и мы в целом процессе сведения да и доведение до ума наших проектов мы дополнительно все равно мониторим еще и в наушниках да еще и на каких-то отдельных колоночках телефоны и все это конечно нас тренирует наш слух и мы понимаем где у нас какие окрасы есть если мониторы еще до имеют какие-то особенности с учетом этого мы начинаем уже грамотно скажем так работать вот адаптируемся так ну что небольшая экскурсия по студии соответственно студия 33 квадратных метра здесь две комнаты ну туалет ванна понятное дело из ключевых моментов есть чил зона вот такая с барной стоечка ими как этим самым холодильником но уже видели в превьюшки можно посидеть гости могут прийти и чаечку кофе очку попить ну то есть максимально уютная зона комфорта также у меня две рабочие зоны это рабочая зона соответственно посвящена game деву здесь я делаю всякие игровые проекты потому что в основном на windows проще работать с игровыми движками решать какие-то вопросы и так далее ну понятно дело основная ключевая два мониторинга но пользуюсь пока одним мониторы kali для экспериментов и синтеза есть roland gdx ii такая интересная штука по стеку ничего тут сверх естественно преамп для голоса и для чудесных роликов на youtube да и вообще в целом для voice отличная штука потом двухканальный компрессор двухканальный эквалайзер ну понятно дело аудиокарта да и в общем то все а ну и есть еще такие штуки мидии да гитарки в общем ничего сверх естественного в той комнате у меня что-то наподобие фаули здесь больше акустического и такой изоляции за счет поролона достаточно глухая комната получилась вот плюс есть всякие гаджеты ненужное всякое бракло фаули точнее все нужное но много чего используется раз в сто лет вот всякие инструменты музыкальные вот плюс здесь есть у меня проектор соответственно можно погонять соньку можно фильмы посмотреть через проектор а ну и одна из таких главных достопримечательностей тоже моя стена на которой можно писать писать мелом и стирать то есть отличная штука для продуктивности и тайм-менеджмента скажем так вот ну в общем ничего такого особенного ну что ребят ролик подошел концу я бы хотел конечно же рассказать вам побольше но в этом надеюсь поможете вы мне написав комментариях что вы хотели услышать про что рассказать вам может быть про оборудование да про какие-то тонкости работы именно в домашней студии я буду очень благодарен если вы напишите в комментариях с вас подписочка поставьте обязательно колокольчик тем самым ролик будет продвигаться и надеюсь этот ролик был для вас полезен интересен так что до скорых встреч с вами был антон бустер пока пока